В этом видео хотелось бы запустить Skyrim на супер слабом Ну сейчас пока на супер слабом ПК, но потом конечно же еще на слабом и на среднем запущу Ну давайте про Skyrim, ну это просто одна из величайших действительно игр Возможно кому-то не совсем зашло, но по-моему просто замечательнейшее приключение И очень крутое и разнообразное Причем смотрите, отзывы крайне положительные, 96% Но это еще возможно по переизданию немножко там привалило Так, хорошо, давайте переходим к системкам Системки, даже очень слабенькие системки, даже на XP 32-битной можно играть в Skyrim Двухъядерный прот желательно, 2 гигабайта противки и видеокарта с 512 мегабайтами видеопамяти Так, значит на каком ПК я сейчас буду запускать? Прот AMD FX-6300, 6-ядерный, но 4 ядра отключил, чтобы получить двухъядерный прот Так, двухъядерный прот, 4 оперативки, 10 гиг файл подкачки Кстати, все ставьте десятку и не думайте, что мне там поставить на мой ноутбук Все ставьте десятку, всего вам хватит Видеокарта Родон, ой, GeForce GT 630 Слабенькая, офисная видеокарта, 1 гигабайт DDR3 памяти Итак, чтобы ориентироваться, сейчас запускаю вот на такой вот GT 630 Слабенькой карте, это чтобы вы ориентировались Все что лучше, все что хуже, там еще есть продолжение, аналоги от Родона, встроенная карта Так, данная табличка будет по ссылке в описании, настройка слабой ПК для игр Ну а я давайте все отрубаю И захожу в игру Так, ну что, я зашел, здесь начальные настройки Давайте пока 1120 на 1080, можно ли на такой системе играть в Full HD, посмотрим Отрубил, конечно же, сглаживание Причем, что интересно, ставлю низкие, допустим, пресет, стандартный Чтобы низкие, вроде бы играешь Но, на самом деле, не все, прикиньте, остается объемный свет, который может жрать ресурсы Так, дальность прорисовки тут особо убрана, все, в общем-то И детализация, в общем-то, норм Только оставался объемный свет, это, кстати, важно Что, ну все, тогда давайте 1120 на 1080, все супер низкое А, подождите, вот так еще, сглаживание обязательно пока отрублю И посмотрим, какой будет FPS и можно ли на Full HD на такой слабой системе играть Погнали! Итак, ну что, я загрузился Далеко, много чего пройдено, прокачано Итак, Full HD, все самое низкое, но очень упирается в видеокарту То есть, без записи видео, мне показано, что проц прогружены где-то на 60-70% А видеокарта, это GT630, а видеочип упирается То есть, очень-очень То есть, очень-очень слабый видеочип Гигабайт видеопамяти, как можете видеть, тоже занято А проц загружен, ну, на самом деле, на 60-70% Это двухъядерный Так, значит, оперативный жрет 3 гигабайта из 4 Вместе с файлом подкачки 5100 То есть, игре даже на низких, на супер низких, пускай и Full HD Нужно обязательно хотя бы 5 гиг оперативный То есть, если у вас меньше, значит, обязательно ставьте файл подкачки Так, ну что, давайте немножко так, пока побегаю Но, в то же время, конечно же, сейчас снижу разрешение FPS, ну, в доме, да, пока я был там в домах, у меня был где-то 25 На улице, да, 18-17 То есть, сейчас в запись видео не упирается, упирается в видеокарту Так, ну что тут скажешь Да, без всего графена, безрастительность немножко скудновато смотрится Как в Моровинде или еще где Ну, хотя, это просто тоже величайшая, огромнейшая игра Одна и та же серия, в общем-то Но, в то же время, конечно же, пустовато немножко Крутейшие заснеженные пики, горы Так, ну что, 10 даже FPS Давайте я, наверное, сброшу разрешение и посмотрим, что у меня будет на 1280 на 720 Поднимется ли еще тима FPS на этой системе Секунду Так, ну что сказать В общем-то, норм, 30 FPS в 1280 на 720 То есть Skyrim, конечно же, крутейшая гибкая игра Можно очень тонко настраивать Здесь даже через конфиги можно настраивать очень круто Так, ну что Чип Давайте без записи видео сейчас скажу вам Без записи видео 27-28 FPS Под 30 То есть неплохо На таких открытых пространствах неплохо То есть уже можно играть вполне себе Два ядра, четыре оперативки Даже если у вас будет два оперативки, ничего страшного Файл подкачки ставьте десятку гиг И на видеокарте уровня 630 Даже еще более слабой Можно играть в Skyrim Очень круто Всем советую Просто замечательнейшее приключение И в том числе суперсовременное Так Оооо Какие-то ребята меня Преследуют Так, ну что В общем-то Видеопамяти стало есть чуть меньше 980 только мегабайт Так FPS На самом деле под 30 Запись видео поджирает сейчас А так под 30 FPS Ну в общем-то Такие дела Можно еще ниже разрешение Чуть что поставить Можно еще конфиги Какие-то в интернете Поискать Если вообще слабенький ПК Ну смотрите Чем плохо Достаточно не все круто И смотрится Даже и супернизкие Неплохо Неплохо И небо Все отлично Даже на супернизких В Skyrim вполне можно гонять И блин Окунуться просто В огромнейшее Величайшее приключение Так Ну что тут сказать Ну запущу еще Посмотрим Графен Кстати И можно и ремастер Тоже запустить Посмотрим Что там да как Я кстати его немножко Уже запускал И в нем были некоторые Ну кто-то жаловался На оптимизон Все дела Ну там не то чтобы Слишком Такие большие проблемы Но что-то было Вот какой-то демон Ходит Блин Огромный Сейчас посмотрим Что он будет делать Если заметит меня Здарова друг Как жизнь Как дела Не это Спокойный паренек Не будем его трогать Так Ну что Наверное Пока на этом Все Не забывайте Смотреть на ссылки В описании В том числе Вступать в группу ВК Там вы можете Предлагать игран Тест Давать аккаунт И так далее И тому подобное Сегодня я надеюсь Что удастся протестить For Honor Предзагрузку сделал Но пока еще не видно Что можно играть То есть там Пока нельзя Посмотрим Получится Не получится Напомню Бета-тест For Honor Сейчас вот проходит С 26 по 29 Намечен Предзагрузку я уже сделал Посмотрим Что там да как Все На этом наверное Пока все С вами был Алекс И сайт Rempc.by Спасибо за просмотр